Турнир на призы Николая Гаврилова в 14-й раз определил имена сильнейших. В путевке финальный этап завоевали и чуварские борцы. Как себя показали хозяева и какие возможности для спортсменов открывает турнир, расскажет Дмитрий Ковалев. Домашние стены приносят удачу. Хозяин зала Сергей Албутов, он в красном трико, одержал победу с перевесом в три балла. Схватка непростая. Встречаться на ковре соперникам доводилось и раньше. В этом году за призы всероссийского турнира приехали побороться более 100 человек из 15 регионов. Спортсменам победа в Чебоксарах откроет и новые высоты. Цена победы на этом турнире высока. Накануне только медали чемпионам присваивают и звание мастеров спорта России. В статусе мастерского турнир проходит уже в 10-й раз. Николай Гаврилов говорит, что его главная цель – дать путевки в большой спорт тем, кто стремится и подает надежды. Первые медали здесь получили немало нынешних чемпионов. Я помню конкретных победителей из Чувашии, которые в младенческом возрасте начали участвовать в этом турнире. Это Антон Афанасьев из Канаша. Сейчас он уже закончил спортивную карьеру и работает тренером в городе Канаш. Готовит себе смену. Надеюсь, как написано на этих стендах, здесь явное приветствие. Дорога к олимпийским медалям начинается здесь. Здесь борьбу начинали и наши мастера спорта международного класса Иван Геннадьевич Григорьев. Участникам турнира есть с кого брать пример. Среди почетных гостей – герой России Вячеслав Бочаров. Он освобождал заложников из охваченной террористами школы в Беслане. Для того, чтобы победить одного мастерства, недостаточно. Ну а потом, эти ребята, которые прошли подобного турнира, они будут настоящими защитниками нашего отечества. Они будут настоящими мужчинами. Поэтому подобные турниры очень важны. Они, конечно, в их участии принимают всегда региональные власти. Вот без этого турнир провести трудно организовать. И то, что в Чувашии уже 14 год проводится, это говорит о том, что здоровый образ жизни в республике не просто прививается, а он уже стал нормой. А олимпийские чемпионы по вольной борьбе присматриваются и кандидатам в национальную команду. У ребят из Чувашии неплохие шансы. Мы как-то входим в тренерский состав сборной команды, понимаем, в каких весовых категорий в ближайшее время они попадут через 3-4 года. То есть опыт – такая вещь, которая, действительно, никуда не денешь. Мы это видим. Это очень наглядно выражено. Именно. Возможно, ребята некоторые выстрелят. Конечно, безусловно. Мы с Давидом тоже прошли через такие региональные турниры. Мы же сразу в Москве не оказались. Я в Дагестане, в Махачкале начинал Давид во Владикавказе. Без вот таких турниров, всесоюзных в то время, потом сейчас всероссийских, невозможно стать чемпионом. Глава региона отметил, что традиции вольной борьбы в Чувашии сильны. Сейчас этим видом спорта в республике занимаются более 3 тысяч человек. 22 борца включены в состав национальной команды. Мы будем развивать данный вид спорта, создавать еще наиболее благоприятные условия, для того, чтобы дети с детства научились просто быть мужественными, смелыми. У них должна быть воля к победе всегда. Среди участников турнира на призы Николая Гаврилова разыграли 10 комплектов наград. Хозяева ковра завоевали 9 медалей в 6 весовых категориях. Дмитрий Ковалев и Валерий Лизюков. Республика.